По форме, не только по своим ощущениям, потому что у них упаковка, стаканчики приятные, не пластиковые, то есть вызывают совершенно другие эмоции, но также и дизайн, заимствованный с других категорий. И вслед за молочной культурой можно сейчас наблюдать, что другие молочные бренды тоже идут в данном направлении, поэтому при разработке дизайна упаковки стоит обращать внимание на другие категории и присматриваться еще в принципе на что происходит в мире. То есть иногда стоит смотреть, обращать внимание на дизайн интерьеров, на дизайн одежды, на дизайн еще других вещей и какие-то элементы заимствовать потом в упаковку. Например, наверняка еще помните, у меня, к сожалению, здесь примеров нет, когда использовали в дизайне продуктов питания, горошек или вязку. То есть изначально это было модно на подиумах, на высокой моде, и были коллекции Шанели с черным горошком, то есть это возврат горошка в моду. То есть это сначала пришло из одежды, из высокой моды, и потом это стали использовать как паттерны, как элементы в других дизайнах, и в том числе в дизайне упаковки. Выделение функциональных преимуществ, необходимо не забывать об этом, и при разработке четко об этом помнить, и выделяется значимое место. Из интересных вещей следует обращать внимание на разные виды, то есть это гибкая пленка или картон, обращать внимание, как продукт выглядит на полке. Из последних трендов, которые, то есть я так перемещаюсь от дизайна к трендам, то есть все перетекает, сегодня у нас происходит рост спроса на готовые продукты питания, блюда, и здесь мы видим, как брондируют продукцию, и даже маленькие кафешки, даже маленькие пекарни, они делают стикеры интересные, брондируют коробки и закладывают функциональные преимущества в продукты. Использование трендов, ну я думаю, что многие уже наверняка видели использование советской тематики, вот, пару слов, я уже просто делала в том, что буду закругляться по времени, и пару слов относительно трендов, которые сейчас есть, это тренд ЗОЖ, этот тренд сохраняется и будет еще продолжаться длительное время, если обращать внимание, как это происходит сейчас на Западе, в Европе и в той же Германии. Вот, продукты с историей также набирают, скажем так, силу, советские лимонады, вот, и русские напитки, это предыдущие слайды, вот, относительно дизайна, но это скорее такая вот трендовая история, которая каждому тренду есть определенный жизненный цикл, он растет, ну и потом умирает. Ну, в заключении, наверное, хотелось бы сказать, что, да, в действительности надо обращать внимание на тренды, вот, четко отслеживать, что происходит, как потребители меняют свое отношение к продуктам питания, к рациону, меняют свое поведение и обращают на это внимание. Далее просто я пролистаю, наверное, потому что у нас уже время уже выходит, да, и брендирование зоны в торговой точке, я так перемещаюсь уже к торговому залу. Удачный пример того, насколько ярко и четко выделяется и виден бренд, является на запоминаемость. Механика коммуницирования через упаковку на примере акции, которая была с мукой на ISD, это кросс-прома вместе с маслом оливковым, это один из способов еще коммуницировать и стимулировать сбыт через упаковку, разрабатывая такие механики, они довольно-таки приносят в конечном итоге прибыль. Один из ярких тоже примеров – это сотрудничество с другими компаниями, то есть это на примере Ясно-Солнышко, да, бренда, и Овсяные хлопья в сотрудничестве с компанией фитнес-клубов. Тем самым четкое понимание целевой аудитории, привлечение, и эти акции были направлены на… аудитории